Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом «Вы наши боги!» Исайя, 42 глава, 17 стих. Вообразим, что как-то в православии епископы священства возродились, что к нам из Византии еще мощей не сплавили, писания в монашестве еще не извратили. Вообразим, что так вот и дожили до наших дней с апостольской верой, и все на проповеди надрывают жилы, на благовестия истрачивают нервы. Воображения не хватит, Боже мой, повсюду шум шагов евангельских героев. Насиновали спит наш патриарх с женой, женился он на дочери Петровой. Воображение с испугу оживает, заглядывая в мысли всех евангелистов, как церковь проповедников рождает, по-русски стали петь, Христу молиться. Вообразим, разгрузка началась от прошлых, нынешних и всех канонизаций. Тоталитарная в монастырях сменилась власть, евангельские строки порчей не касаться. Воображение, образ первозданный, творит который отче Иегова, зашевелится, с Лазарем восстанет, провозгласит запрет, отнюдь не жить во гробе. Воображение не хватит, помолюсь. Иное государство, все иное, не народилась юродивая лже святая Русь, а на болотах ни один роман не ноет. Вообразите, все на мелком сити просеивает Библия, не Иоанн Кронштадтский. И тело, храм, не корм монашеским москитам, сенот в командировке с Евангелием в штатском. Воображение кончилось. Картина наяву, лишь хромоздательство пустое. И во вред разлив греха, и трупы вниз плывут. И вместо благовестия, а бредоверие, бред. 18 февраля 2005 года. Игла. Игнатий. Лапкин. 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 Лапкин.